всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня прочитаем комментарий который мне написала любовь шестакова на моем канале христолюб чтение библии иных писаний к ролику коран глазами христианина 20 сура любовь пишет дмитрий я буду дать я ладно он небольшой я сразу зачитаю потом его немножечко подразбираем дмитрий мир вам вы любите христа и он для вас бог а ведь он называет себя возлюбленным сыном то есть христос возлюбил сам себя и это неопровержимый факт библии объясните мне пожалуйста как бог который есть любовь может возлюбить сам себя при этом мы имеем две главные его заповеди о любви к богу и любви к ближнему и еще мы как-то должны увязать любовь к самому себе с актом самопожертвования не увидев при этом явного противоречия надеюсь на ваш ответ ну давайте еще раз по порядочку разбирать этот комментарий любовь пишет вы любите христа и он для вас бог даун бог конечно же он не для меня бог он вообще бог признаете вы это или нет это от вас зависит от того что вы признаете это или не признаете иисус богом не перестают быть это как знаете я верю в бога да и что вот илья не верю бог бога нет если не веришь богат не горит о том что что его нет, он говорит только о том, что ты в него просто не веришь. От того, что ты делаешь зло, это не говорит о том, что добро пропало, или истина. Ты можешь творить зло, но от этого истина в том, что мир может быть в благопутие, только при условии любви, никуда не меняется. Да, это истина. Так и это дело не во мне, а дело в истине. В том, что Иисус есть Бог, это истина. Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию Бога. Бог, явившись во плоти однажды, доказал нам прямо правдивость и истинных слов первой главы Библии, первой книги из нее «Бытие» Берешита по-еврейски, в которой говорит, что человек создан по образу и подобию Творца. Он не по образу и подобию Троица создан, не по образу и подобию Отца, которого никто никогда не видел. Тем более мы по себе видим, что мы не духи святые, мы не по образу Духа Святого созданы. Мы созданы, вот они мы. Посмотрите на себя в зеркало, посмотрите на меня. Хорошо, зеркала у вас нет, вы же ролик мой смотрите. Посмотрите на меня. Вот что он сказал тем, кто был близок к нему, своим ученикам. Почему я называю себя учеником Иисуса Христа и христолюбцем? Потому что именно на прощальном ужине Иисус употреблял такие знаменитые фразы. Если любите меня, если христолюбцем, исполняйте мои заповеди, живите как я. Вот что нашлось в интернете. Любящий меня исполняет мою волю. Не любящий меня не исполняет мои заповеди. И на этом прощальном ужине своим все еще немного познавшим ученикам, в очередной раз допытывавших до Иисуса показать им Бога, явить им Отца, он сказал, сколько времени я с вами, и вы не знаете меня. Вот Любовь Шостакову я не очень помню. Я помню, что мы с вами, по-моему, где-то переписывались или общались как-то. Давно вы, походу, меня смотрите. И вот мне хочется вам сказать, вы же христианка, по-моему, да? Вот не помню, какой там секты или без секты, не знаю. Вы столько времени читаете Евангелие, называете там вообще себя христианкой. И так и не поняли, что Иисус есть Бог. Конечно же, сам Иисус говорил, что всякая хула простится человеку. Даже хула на него самого. Хула на дух истины не простится. А кто такая истина? Истина есть любовь, есть доброта, есть свобода и бессмертие. Вот вся суть истины, суть бытия, суть Бога. И кто не живет поистине, тот сам пребывает во тьме и эту тьму распространяет вокруг. Поэтому, конечно же, признавать вам Иисуса Богом, не признавать это ваше дело, но от этого зависит ваша жизнь и счастье. Потому что поняв это, что вы Боги и дети Всевышнего, все вы созданы по его образу и подобию, вы поймете все это. Признав в Иисусе Бога, вы уверитесь, как и правильно Иоанн Богослов сказал, уверуете, глядя на его жертву, на его жизнь и учение. И уверуете, во что, Иоанн Богослов пишет, в Иисуса Христа? В любовь. Мы познали любовь Божью в том, что Он положил за нашу душу, душу свою и уверовали в нее, он пишет. В нее. Суть Бога явления была убедить человека, удостоверить своей жизнью и словом, явным не с небесным и через кого-то пророков, а явно в том, что Бог есть, Он есть свобода, Он есть бессмертие и Он есть свою свободу. Он доказал тем, что Он вознесся и опять никого не прессует, никакого царства не создает, а все добровольно остаются свободны перед выбором добра и зла. Этим мы исповедуем вознесение Христово от земли, чтобы мы до времени, до своего второго пришествия, чтобы люди самоопределились между добром и злом. Мы исповедуем бессмертие, воскресение Христа. Бога убить невозможно и никого невозможно. Бытие невозможно уничтожить, оно просто есть. И любовь, естественно, явил Он в самом этом воплощении, начиная, что снял с себя царские одежды и решил все-таки показать на своем, хотя не имел в этом нужды. Почему там и употребляются такие фразы «страдал за нас», Он не за нас страдал, а из-за нас, чтобы нам показать этот путь. Он для нас страдал, ради нас, да, чтобы явить, но не за наши грехи, каждый за свой грех страдает. Но явил свою любовь такой вот жертвенной, любвеобильной жизни. Вот и все. Поэтому, когда вы просто увидите в Иисусе Бога, вы поймете, что Бог есть любовь. Вот и все. На сто процентов. Иисус никого не убивал. Есть вся эта чепуха с патриотизмом во всех-всех дохристианских сектах, таких как православик, талицизм, протестантизм и прочая лабуда. Все эти религиозные секты с рабовладельческой иерархичной властью, да, господ и рабов внутри этих церквушек. Все вы увидите, что во Христе это вообще нет. Даже в том бумажном варианте, в котором он дошло до нас, история Бога явления, через все эти секты. Вот так вот, поэтому Иисус Бог не для меня, Он Бог вообще. Признаете вы или нет, от этого просто зависит ваша жизнь. Признав это, у вас откроется ум и сердце, вы познаете истину, а эта истина сделает вас свободными и счастливыми. Но Он называет, а ведь Он называет себя возлюбленным Сыном. То есть Христос возлюбил сам себя. Это неопровержимый факт Библии. По поводу Библии. В Библии никакая неопровержимая... Библия не имеет неопровержимых фактов. Все, что написано в Библии, это бумажки. Библия, это не Коран, который якобы тоже там неиспослан Богом, хотя как он неиспослан, опять через пророка, который он, а по сути потом вообще за ним писали, уже додумывали весь этот Коран богословы, создавшие само это мусульманство. То же самое и здесь. Что такое Библия? Это библиотека. Это не Слово Божье. На ней написано Слово Божье. Вы когда это примете в свое сердце, Библия сама не истина. Библия это набор бумажек, книжек, собранных людьми, написанными, переписанными, переведенными. Любой перевод это толкование. Собранных людьми. Бог никакого отношения к Библии физического, так скажем, не имеет. Все взгляды, все мысли, все, что там было передано, это делали люди. Бог не руководил ни руками, ни устами этих людей. Это люди делали. Это ихнее мнение. Это их взгляд на обстоятельства. Какими они видели Моисея, а Моисей каким видел Бога и что от него якобы слышал в перемешку со своим злым сердцем. Это не истинный и неопровержимый факт. Что значит неопровержимый факт Библии? Библия это вообще бездушная. Существуют обычные бумажки, книги. Ее Бог написал. Почему Иисус тогда ничего не написал? Когда не задумайтесь об этом. Почему Бог, явивший в плоти, не написал ни единого слова? Потому что оставил людям свободу и знал прекрасно, что если бы даже Он сам написал в своей жизни учения, это все равно бы исказили. Потому что псевдорелигиозные секты, религиозные культы, которые создадутся вокруг имени, вокруг этого вообще события имени Иисуса Христа, в любом случае на верхах там восядут негодяи, и все это будет извращать, и все это блевотины кормить своих адептов. Так что вот так вот. Поэтому в Библии нет никаких неопровержимых фактов. Любое слово в Библии должно истинным искателям, как выразил Иисус, алчущим и жаждущим правды человекам подвергаться сомнению, проверяться на критерии любви, свободы и бессмертия. Если это соответствует этим трем принципам сущности бытия, тогда да, это имело место в жизни. И это правильный поступок там или событие, или слово описано. Его надо придерживаться. Иисус говорил с разными людьми. Некоторые были настолько тупыми, что им надо было на таком языке говорить, на котором они способны были хоть что-то понять. Настолько бессердечными. Он говорил с людьми, которые жаждали его просто, его неоднократно пытались. Он говорит в синагоге, встает первый раз в свои пропы, его тут же пытаются сбросить с края города, со скалы, с горы. Он проповедует на просторах Иерусалима, и вот тут же пытаются побить камнями, он уворачивается. Сколько раз его хотели схватить и убить? Вы вдумайтесь, вы вырываете фразы, как всегда, из того же самого Евангелия, даже не понимая или не вдумываясь о том, а кому вообще он говорил, что способны были понять эти люди. Многие из них были просто тупицами бессердечными. Вы вырываете слова из контекста, а вы что, не знаете, что Иисус говорил и другие фразы? Когда люди тычут друг друга стихами из Библии, меня вообще без понимания общной истины, меня удивляют такие люди. Вот вы приводите эти слова. Иисус сказал, и это непреложный факт. Но Иисус сказал, что Он, Отец, одно, на прямой вопрос, желание, просьбу в прощальный ужин Иисуса с учениками. На вопрос учеников, ну покажи же нам Бога, покажи же нам Папу, покажи нам Отца нашего Создателя Творца. Мы даже в Евангелии видим, как в очередной раз Иисус расстроился, огорчился и посетовал на то, что «Эх, вы, столько времени вы со Мною, и вы не знаете Меня». Вот мне хочется любви Шостаковой сказать, вы столько времени читаете Евангелие, столько времени, якобы, волчбой и жаждей правды, и не понимаете Иисуса, не поняли истины. Кому Он это сказал тогда, я и Отец, одно? Где вы увидите Отца? Где Иисус им сказал на прощальном ужине, да все будет, я во Второе пришествие приду с Папой за ручку, Восяду на троне, буду судить вместе с Папой рядом сидеть, в новом небе, на новой земле Папа будет с нами, где Иисус будет там, и светильником, и светом, и храмом написано. Нет никакого Отца, это образ начала, как Дух Святой, образ конца, не в том Духе встал, не того Духа человека, это конечные мысли, желания человека, Несущую энергетику. А Сын это человек, Бог, вот Он настоящий Бог, что Он Отец, потому что Он начало и конец. Неужели вы этого не видите в Писании? Я чем могу вам помочь еще? Я просто знаю, что мы не первые все-таки, по-моему, мы общались где-то, я всех не могу упомнить, и с кем-то просто общение бывает очень редко, Ну, естественно, так как у вас есть ник, мне знакомое имя, фамилия, запомнил. Аватарки там маленькие, на Ютубе я тоже ничего разглядеть не могу. Читаем дальше. Объясните мне, пожалуйста, как Бог, который с любовью, может возлюбить сам себя. Вот смотрите, я даже не рву речь о любови. Она сама говорит, при этом мы имеем две главные его заповеди, о любви к Богу и любви к ближней. И мне хочется сказать, вот, любви. А вот вы когда цитируете, в принципе, как бы, ну пусть кратко даже Иисус, вот вы не понимаете, да, можно недословно цитировать, можно приблизительно, но мы не имеем права искажать смысл. А вам так сложно было запомнить или в жизни уяснить, а потому что вы это не практикуете, вот именно потому что вы это, значит, отрицаете, что Иисусом было сказано очень коротко, так же легко запомнить, вы сами говорите, две основные заповеди, неужели их так тяжело запомнить, о любви к Богу и ближнему. Разве это не речь Иисус, на которую сейчас вы ссылаетесь, люби ближнего, он сказал, как самого себя. Вот почему вы эту фразу Иисуса очень важную, ведь это не раздельная заповедь, ведь он сказал, пусть вы все Евангелие забудьте, но вы сами только что апеллировали и оперлись на эту его фразу. Не надо там дословно, я говорю, это не суть, важно, возлюби Бога, долго можно говорить, особенно Иисуса принудили, так скажем, искушали цитировать именно закон, знает ли он закон. И он там всю речь Моисея высказал, это не суть, важно, причем в то, что и каким образом любили Бога евреи, это ложь, это ничего общего с истиной не имеет. Убийство животных, якобы нужных, приносимых в жертву Бога, это никакая не любовь к Богу, это бредни людей, еще от Адама и Евы, которые убили первое животное. Поэтому Иисус процитировал общую мысль, возлюби Бога, все мысли, он рассказал, что всю ту блевотину, которую в Ветхом Завете надо заново исполнять. Нет, он, наоборот, от нее всячески открещивался и проповедовал, что это ложь от дьявола. Но сама мысль вот эта общая, вырвана из контекста. Иисус здесь правильно вырывает, имеет на это полное право, потому что там истинно с ложью, мед с блевотиной перемешан. Да, Моисей как красиво говорит, не убей. Иисус тоже оперирует, как бы, к самой заповеди, да. Но после того, как не убей, Моисей берет и убивает всех налево-направо, животных, людей, за ту же самую. В одном десяти слове, как это любят, в десяти заповедях, есть не убей и тут же, при нарушении каждой заповеди, побить камнями. В субботу собрал палочки его, казнить. Папу с мамой обитил, убить. Прелюбоденничал, убей. Идола сотворил, убей. Иисус правильно рвет из контекста, а вы неправильно. А вы неправильно рвете. Куда вы? Вы меня сейчас спрашиваете, как это можно возлюбить себя? Что ж Иисус сам себя любил? Да, Иисус сделал то, что чему учил. И чему учил, то исполнил сам в полноте и совершенстве. Разве Иисус не произнес такую фразу, что любить ближнего нужно, как самого себя? Так нужно любить самого себя? Вот вы меня сейчас спросили, как же Иисус любил, что ли, самого себя? Ну, ответьте сами себе на этот вопрос. Кого вы Иисуса почитаете? Хорошо, сыном Божьим, сыном возлюбленном. Ну, значит, он лжец или что по-вашему? Скажете, я не понимаю ваши комментарии. Ну, я всегда говорю, слушайте, если хотите поговорить на эту тему, звоните, пожалуйста. Я понимаю то, как я понимаю ваш текст. Я могу еще раз его зачитать и показать всем на экране. Он называет себя возлюбленным сыном, то есть вроде бы как отцом. То есть Христос возлюбил сам себя? Да, представляете, Иисус сам себя любит. Бог себя любит. Каждый человек себя не любит. Если вы встречали на своем пути нелюбящих себя людей, эти люди в полны комплексов. Куча комплексов у этих людей. С этими людьми очень тяжело рядом находиться. С закомплексованными людьми очень тяжело рядом находиться. С ними невозможно жить на самом деле. У меня то нехорошее, у меня это нехорошее. Я некрасивая, у меня красноязычие. Я глупая, я стеснительная, я то, я сё. С этими людьми невозможно долго находиться. Ты начинаешь верить в эти комплексы. Человек сам говорит, что он нехороший. Ты начинаешь верить, и ты видишь его нехорошим уже. Он тысячу раз тебе сказал, что у него то-то не то-то, что у него то-то плохо. И ты, ну раз он сам тебе об этом говорит, ну ты признаешь это. Получается, ты этого человека видишь нехорошим. Более того, он начинает мозг тебе выносить по поводу этого, в своей нехорошести, постоянно, он постоянно его клинит на это. Почему я всем пытаюсь, у меня, правда, это мало получается. Ну потому что этот человек, как Иисус говорил, зависит. Я что могу сделать? Насильно вас изменять. Избавляйтесь от своих комплексов во всех направлениях, каких бы то ни было. Во всех. Перестаньте себя ненавидеть. Перестаньте себя тыкать. Перестаньте видеть свои недостатки, которые, по сути, недостатками не являются. Красота – это субъективное понятие. У меня голос не такой, у меня прическа, волосы, глаза. Да, такая-то я, не такая-то. Такой-то, не такой-то. Это красота, это субъективное понятие. Вы не можете всем нравиться. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Это не добро и не зло. Так Иисус любил себя. А чему Он учил? Как можно возлюбить ближнего, если ты не любишь себя? Вы вдумайтесь в речи Иисуса. Вот вы мне задаете вопрос. А я вам, как Иисус, вопросом на вопрос. Помните, когда Его тоже спрашивали в одном месте? Он тоже сказал, ответьте мне, я вам отвечу. А не мне ответить, он сказал, ну и я вам отвечать не буду. Но ведь вы сами цитируете в то, в чем уже есть ответ. И ждете, надеетесь на мой ответ, как написали. А в чем смысл моего ответа? Вы знаете, у меня иногда ощущение, действительно, мне тычут, что я вот такой зазнайка, там, под профессора. Ну, действительно, у меня ощущение, что передо мной ребенок первого класса ученик. Но ведь вы цитируете в заповеди, в которой уже сам ответ. Любил Иисуса совсем, мог Он себя возлюбить. Он и Отец одно. Вот ваш весь ответ, он все, вот он, вы сами, в вашем ответе, в вашем вопросе все есть уже. Все эти ответы. Как ты кого-то полюбишь, я всем говорю, как ты кого-то сделаешь счастливым, если ты сам несчастлив, если у тебя все время хмурные брови, если ты все время недоволен, тянет настроение, если ты урод и ничего с этим не хочешь делать, если ты косноязычно не пытаешься менять свою речь, чтобы людям нести добро и радость. Сделай что-нибудь с собой, измени себя, в чем можешь, в чем не можешь, прийми себя таким, какой ты есть. Мы все разные. Нормальный человек полюбит тебя с твоими так называемыми, да, Бог нас в разные классы школы жизни посылает, мы разные проходим школу, у кого-то есть физические даже увечья. И любой нормальный человек понимает, что это твой класс, твоей школы жизни и будет тебя любить такими, какие ты есть, за те недостатки, так называемые в этом мире ущербность, которые ты проходишь просто в твоей школе жизни и изменить их не способен. Но с вещами, которые ты способен изменить, делай что-то. Те, кто ненавидит себя или не любит просто по пустяковым причинам, по неадекватным причинам, как они могут сделать кого-то счастливым? Вот я много раз про улыбку говорил, кто знает этот закон природы, вы улыбайтесь и другие люди улыбаются. Он даже тебя ненавидит, вы даже два ведь человека в контре, и один что-нибудь улыбнулся, посмотрите на дебаты там всяких политиков, и другой засмеялся, вот они что-нибудь, тот что-нибудь такое. Я улыбаюсь, я знаю вы, я смотрю, у любого блогера он что-нибудь хе-хе, и я в ответ хе-хе. Это работает, это счастье. Да, мы делимся горе с теми реальными, у тебя болит зуб, ты говоришь там другу, знакомому, я тоже переписываюсь, я общаюсь. Это разделение горя, тоже объективное разделение. Одно дело с тобой что-то случилось, да, или у тебя реальная проблема, пусть хроническая, еще там что-то пока невозможно с которой совладать. Да, мы разделяем друг друга ношу тем же самым, даже просто выслушав этого человека, поддержав этого человека. Но во многих вещах мы комплексуем просто из-за чего-то непонятного. И вот как ты сделаешь другого? Люби ближнего, как самого себя. Так любил Иисус. Призывал или Иисус к любви к себе, конечно, в этой заповеди он призвал. Он ее исполнял, да, значит любил Иисус. Выстроите логически обычные простые цепочки из одной простой фразы Иисуса. Чего тут сложного? Я вот ничего сложного не вижу. И еще, мы как-то должны увязать любовь к самому себе с актом самопожертвования, не увидев при этом явного противоречия. Надеюсь на ваш ответ. Ну, по поводу жертвенной любви. Это же все временное, вы поймите. Это все временное. Если вы признаете, как я вам говорю, три сущности бытия, любовь, да, да, как увязать, вот ты спрашиваешь, а ты не забыла о вторых двух сущностях, бессмертие, да, и свобода. Естественно, первое, добровольно ты это делаешь, раз, это не по принуждению. И третье, это бессмертие. Если я бессмертен, если я вечен, у меня вся жизнь впереди. Я могу кому-то посвятить даже этот класс школы земной жизни, эту свою временную земную жизнь. Я тут же воплощусь после очередной жизни в новую жизнь, пойду в новый класс с новым этапом жизни. Поэтому любое самопожертвование учит меня божественной, совершенной, жертвенной любви. Начиная от какого-то временной жертвы на любви, мы жертвуем свое время, посвящая вам кому-то, уделяя. Я жертвую свое время, говоря вам, записывая эти проповеди. Я мог бы пойти, вы думаете, я получаю от этого сильное удовольствие? Нет. Я получаю удовольствие от людей, любящих меня, и делаю это, чтобы таких людей было вокруг меня больше. Потому что я сам люблю призывать других любить. Я купаюсь в этой любви и буду счастлив. Я делаю это как? Я жертвую? Да. В ответ получаю закон бумеранга. Я в ответ получу в тысячи раз больше любви. Если люди примут истину и будут в ней жить, мир просто захлебнется в благости, в счастье и радости. Когда все любят друг друга. И это проявляется в делах жизни, бытовой любви. Что на этой земле, что на будущем небе и будущей земле. Я жертвую? Да. А когда я обратно получу? Так может я не жертвовал, а менял? А если я получу больше, так может я не пожертвовал, а еще меня переплюнули? Может быть в ответ на мою проповедь человек мне потом в сто раз больше сделает? Я записал получасовое видео, а человек меня потом может быть жизнь спасет, образно говоря. Так жертвую я или нет? И начинай вот так, да. От полчаса времени ты кому-то уделил по телефону. Бабушке сумочку донес с овощами до дома, с рынка. Заканчивая вплоть до самой жертвенной жизни там ради кого-то, ради человека, может быть нуждающегося, немощного. Ну и заканчивая отданием якобы своей жизни, но это не жизни, а временной жизни. Для чего ты в общем-то в этот класс возможно Богом и помещен. Твоя цель в этой жизни научиться в крайней степени жертвенной любви отдать жизнь, якобы жизнь. Но если ты проявляешь бессмертие, для тебя это ничто. Тогда все это, для тебя тогда нет никаких вообще жертв. Это все временно, пока мир лежит во зле. Безумный мир. И твое дело спасать каждого, являя эту любовь вплоть до расставания с этой временной жизнью. Все. Когда вы это все понимаете, у вас уже, вы знаете, вопросы человека говорят о его внутреннем состоянии. Конечно, ваше состояние еще маленькое. Вы еще ребенок духовный. У человека, который вырос, уже таких вопросов не появится. Кто познал истину, тут все. Посмотрите на меня. Я вечно кайфую. У меня есть сложности, у меня есть трудности. Я испытываю боль иногда от разных вещей. Но я абсолютно счастлив. Внутренне я абсолютно счастлив. Я понял, что я вечен. Я никуда больше не спешу. Да пока я не тоже все хотел успеть. Я понимала, жизнь летит. Юность, молодость. Все надо успеть, посмотреть, повидать, купить, попробовать. А теперь я понял. А когда я познал истину, Я больше никуда не спешу. И это не спешка, а просто пребывание в вечности. Я реально сейчас пребываю в вечности. Не важно, что у меня идут года телесной жизни. Я умом уже в вечности. Я вообще никуда больше не спешу. Я все успеваю теперь. Потому что я успеваю ровно только и делаю. Сколько, значит, я могу сделать. Все. Все остальное не имеет в жизни никакого значения. Ничего никуда не пропадает. Даже то, что сейчас в прах превращается и в тлен. Это все... А нужно ли мне это? Что-то превращается, что-то нет. Это просто живая жизнь. Я просто наслаждаюсь жизнью. Поэтому как такового, когда ты это понимаешь, никакого даже самопожертвования нет. В оконцовке вы придете в сущность Бога. Пребывающие в любви пребывают Боги. Вы поймете, что вы никогда никем не жертвуете. Вы делаете для кого-то, делаете для себя. Вы делаете мир лучше. И когда-нибудь, как сказал апостол Павел, нам сейчас на сердце, на ум, уж тем более пережить мы этого ощущать не можем, что приготовил любящим его, что такое пребывать вообще в Царстве Небесном святых людей, где нет замков, где нет страданий, где нет боли, где каждый вот им не то, что кому-то болит или страдает, где каждый вот именно в жизни дорастя до этого. Мы сейчас таких людей редко видим. Вот такие вот крупички где-то светят. Представляете, когда не будет негодяев, но они будут где-то там. Но Бог будет разделять этапы. И действительно оттуда можно будет переходить. Бог есть любовь, и нету места, где нет Бога. Но это по желанию каждого. А представьте, когда люди будут святые со святыми. Это невообразимое просто что-то. Которые любят природу, любят животных. Соответственно, в их Небесном царстве будет шикарная природа, шикарные животные, любящие друг друга. И опять человека, как первого сотворенного Богом существа под именем его. Правда, Адам там уже имя существительное перемешали с именем нарицательным. А те потеряют ту природу, даже земную, которую имеют. Потеряют животных, которых убивали. И вкусят плоды своих дел. Как это без них жить-то? Вот представьте, мир радости полный, где каждое животное любит друг друга. Природа, в которой нет ни градов, ни молнии, так назовем. Ни каких-то стихий, бед. Тебе ничего вреда не причиняет. Вы друг друга любите. Готовы жизнь друг за друга положить. Тем более, что там нести какой-то вред. Представить этого не можем. Ну, умом только, да. Переживать это мы не можем, пока этого нету по факту. Но это будет. Когда ты в это приходишь в состояние, я вам его могу только путь указать. Чем и занимаюсь постоянно. Что, какой кайф пребывать в этом, вы можете только понять, достигнув этого. Вот такой мой вам ответ. Я что-то хотел еще сказать. Сейчас я минутку подумаю. А, вот, вспомнил. По поводу, хоть я вам и про Иисуса, опять про Бога говорил. Да, все это, вы знаете, я уже сказал, что сам Иисус сказал, что всякая хула там простится. На самом деле, мы помним слова Иоанна, что как можно любить невидимого Бога, ненавидя брата своего. Конечно, эту фразу надо расширить, как можно любить невидимого Бога. Неважно, Иисуса, не Иисуса, троицу, которую там кто исповедует, Аллаха, не любя Бога во всем его проявлении, ибо Бог всячески во всем. Природу, животных, людей, ангелов хотите, бесов хотите, да. Любить это не значит присмыкаться перед злом. С ангелом ты целуешься, обнимаешься, с бесом ты, как и с любым своим человеком, на расстоянии держишься. Но ты хочешь каждому покаяния, каждому добра желаешь. И сделаешь все для этого добра. Поэтому в этой земной жизни мы можем сколько угодно разговаривать о богословиях, о сущностях Бога. Я имею в виду троицы, не троицы, где Иисуса, среди христиан, мусульмане, христианствами. Кто знает, я сейчас Коран читаю, но вот в принципе и Любовь написала комментарий Коран. Сколько нас с многобожием, с трибожием. Человек, сущность бытия, это Любовь. Если вы пребываете в любви, вы пребываете в Боге и в Бог в вас. Все. Суть жизни человеческой до небесного царства. Познать это и вырасти в этом, и достигнуть совершенства. Достигнув совершенства. Вот вся суть. В любви научиться быть совершенным. Естественно, в любви бытовой. Самой настоящей бытовой любви к природе. Не срать везде, не мусорить, не гадить везде, не рвать и разрушать весь растительный мир, а заботиться о нем. Не срать, прежде всего, а потом еще и заботиться, сколько можно даже за нехорошими людьми все это подбирать, но, естественно, обличая их. За животным миром. Живых душ. Естественно, не причинять никакого зла и сколько можно делать добра, защищая весь этот животный мир. С людьми то же самое. Говорить правду, обличать грешников, любить всех добрыми делами и добрых, и злых. Просто по возможности. Это не значит, что ты насильник удержишь жертву, якобы из любви к нему. Где есть третий, там уже ты становишься на защиту слабого. Да. А не помогаешь сильному, якобы проявляя к нему любовь. Если мы видим какую-то где-то несправедливость, кого-то сажают, убивают, насилуют в животном или в человеческом мире, мы везде первые должны быть. Обличая, говоря об этом зле, призывая к добру. Естественно, прежде всего, это у нас самому в этом пребывать так жить. Так что вот этого я вам всем желаю, достигнуть этого, это его познание этой истины и на делах стать богами, совершенными, любвеобильными, божьими чадами. Продолжение следует... Продолжение следует...